Сегодня мы обращаемся к продвинутым преподавателям, которые активно используют онлайн-инструменты обучения, в том числе переносящим свой учебный контент в цифровую среду. Как это делать правильно? Какими правилами руководствоваться и что нужно знать и учитывать? А вот мы поговорим, то есть мы поговорим о дизайне учебного контента. Конкретно в этой презентации она будет разделена на две части. В первой части мы ознакомимся с некоторыми исследованиями, которые посвящены тому, как мы взаимодействуем с информацией, получаемой через экраны электронных носителей. А во второй части мы обсудим, как предусмотреть дизайн контента, максимально способствующий восприятию. Еще раз, почему это полезно знать? Но ведь так как большую часть времени у вас не будет рядом со студентом, обучающимся онлайн, когда он будет работать с материалом вашего курса, важно лучше понимать поведение студента при взаимодействии с этим материалом и предусмотреть дизайн, максимально способствующий восприятию. Компания Nilsen Norman Group была основана доктором Якобом Нильсеном и доктором Доном Норманом, известными специалистами в области пользовательского опыта и юзабилити. Эта компания занимается соответствующими исследованиями уже более 20 лет. В нижней части слайда вы видите ссылку на их сайтах компании. Юзабилити можно перевести с английского как удобство, простота использования. Термин юзабилити описывает качество взаимодействия человека с некой цифровой средой и характеризуется количеством усилий, прилагаемых пользователям для достижения своей цели. В рамках текущего разговора о создании контента в обучении онлайн нам интересны исследования юзабилити как возможность оценить удобство и простоту дизайна текстового контента, создаваемого и используемого студентами и преподавателями. Исследования команды якобы Нильсина и Дона Нормана показывают, что есть ряд принципов, работающих в цифровой среде. Когда они провели ряд исследований на тему, как пользователи читают в сети, они обнаружили, если говоря коротко, то люди в сети не читают. Результаты исследований показали, что 79% сканируют веб-страницу, и только 16% читают полностью. А электронные письма читаются еще более фрагментарно. Люди редко читают весь предложенный текст подряд, слово за словом. Они сканируют текст, опираясь на отдельные слова и предложения. Необходимо сделать ремарку, что речь идет о чтении при уверенном владении языком. А если, например, у вас базовый китайский или любой другой язык, то велика вероятность, что вы будете читать весь текст на этом языке слово за словом. На сайте Нильса Норман Групп вы можете найти много других интересных исследований в области проектирования пользовательского опыта. Некоторые исследования впервые были проведены очень давно, более 10 лет назад. Ну и тем интереснее наблюдать, какие результаты были получены при повторном проведении, как обновлялись полученные знания. Одним из примеров такого исследования является открытие F-паттерна. Среди всех исследований, проведенных Нильсой Норман Групп, F-образный шаблон восприятия веб-контента, возможно, является одним из самых цитируемых. Шаблон был обнаружен в далеком 2006 году. Айтрекинговые исследования, проведенные спустя 11 лет, в 2017 году, показали, что F-образный шаблон по-прежнему актуален. Причем как на дисктопных экранах, то есть мониторах компьютера, так и на мобильных. Такое долголетие открытия обусловлено тем, что больше зависит от поведения человека, чем от технологии. Но были обнаружены и другие шаблоны восприятия, о них мы поговорим попозже. Итак, что же такое F-образный шаблон? Это шаблон, который характеризуется большим количеством зрительных фиксаций в верхней и левой части страницы. По этой модели восприятие контента происходит в три этапа. Во-первых, взгляд сначала движется горизонтально, обычно по верхней части контента. Затем взгляд перемещается чуть вниз по странице и вновь исследует материал по горизонтали, но уже охватывая меньшую область по сравнению с предыдущим движением. И завершается изучение контента обычно вертикальным скольжением взгляда по левой части страницы. Иногда финальный этап происходит медленно и отображается на тепловой карте, фиксирующей движение глаз, сплошной красной линией. Когда же пользователи перемещают взгляд гораздо быстрее, на карте появляется пунктирная линия. К чему приводит F-образное восприятие? Первые строки текста на странице получают больше зрительных фиксаций, чем последующие строки на той же странице. Первые несколько слов каждой строчки получают больше зрительных фиксаций, чем остальные слова на той же строке. Этот шаблон напоминает форму английской буквы F, но это не всегда идеальная форма F. Например, когда пользователь заинтересовал какой-нибудь абзац, расположенный в нижней части страницы, то шаблон может напоминать букву E. Чтобы наглядно показать, как происходит сканирование текста по F-образному шаблону, смотрите на эту схему. Это схематическая иллюстрация, и в интернете вы можете найти много образцов реальных тепловых карт исследований айтрейтинга. Итак, на этой схеме сначала пользователь читает верхнюю часть страницы по горизонтали, верхняя планка буквы F. Далее пользователь сканирует вниз по левому краю экрана в поисках интересной информации. Найдя ее, он начинает ее читать, то есть снова идет по горизонтали, и формирует среднюю планку F. И, наконец, пользователь сканирует оставшееся содержание по вертикали вниз. Надо отметить, что траектория сканирования не всегда состоит из трех четких отрезков. Когда пользователь находит что-то интересное, начинает читать, формируя горизонтальные иллю. Почему же люди воспринимают контент согласно F-образному шаблону? Во-первых, пользователь стремится вести себя наиболее эффективно на странице, пытается завершить задачу как можно быстрее и с минимальными затратами усилий. Человек вообще склонен минимизировать затраты на их взаимодействие и максимизировать размер выгоды от выполненной работы. Соответственно, экономия времени происходит за счет меньшего количества фиксаций в процессе сканирования текста. Во-вторых, пользователь не заинтересован настолько, чтобы читать каждое слово на странице. Человек может сильно утомляться во время чтения, или ему становится скучно, потому что текст слишком сложный, либо, наоборот, слишком простой, неинформативный, неинтересный, либо по другим причинам. Ну и в-третьих, текст на странице может быть слабоадаптирован или совершенно неадаптирован к читательской привычке в цифровой среде. Например, текст может выглядеть как сплошное полотно, в котором нет ни заголовков, ни подзаголовков, не выделяются ключевые слова, не используются маркированные списки и так далее. Если автор текста не предпринял никаких усилий, чтобы направить пользователя к наиболее ценной информации, то читатель будет прокладывать свой собственный маршрут и путем минимальных усилий, скорее всего, направиться по F-образному шаблону, так как это маршрут, который по умолчанию используется при отсутствии каких-либо направляющих маркеров. Как было сказано в начале презентации, пользователь не всегда изучает страницы по F-шаблону. В ходе исследований были обнаружены и другие шаблоны. Например, слоеный пирог, когда пользователь читает только заголовки и подзаголовки, но пропускает весь остальной текст. Тепловая карта iTracking похожа на горизонтальные линии зрительной фиксации и напоминает торт, состоящий из разных слоев – коржа и крема. Пикнистый шаблон, когда пользователь пропускает большие куски содержания и просматривает текст, как будто ищет конкретные данные, какие-то цифры, например, или определенные термины. Размечающий шаблон, когда пользователь фиксируется в одной и той же области страницы при пролистывании, и шаблон больше характерен такой для просмотра с экранов мобильных устройств. Избегающий шаблон, когда пользователь пропускает целые первые слова, если несколько строк в тексте начинаются с одного и того же слова. И заинтересованный шаблон, когда пользователь заинтересован материалом и фиксирует взгляд почти на всех элементах текста страницы. Исследования показывают, что такое происходит довольно редко. Чаще пользователь сканирует текст. В заключении повторим, что восприятие текстового контента, получаемого через экраны, обусловлено, во-первых, мотивацией и целями пользователя, во-вторых, содержанием материала, и в-третьих, макетом страницы и оформлением текста. Трудно существенно повлиять на мотивацию пользователя или их цели, но вполне можно организовать содержание материала таким образом, чтобы привлечь внимание пользователя к наиболее важным частям, чтобы пользователь мог получить нужную ему информацию. Не следует полагаться на F-образное восприятие, при котором пользователь обратит внимание лишь на произвольные слова. Это была первая часть видеопрезентации, в которой мы познакомились с исследованиями шаблонов восприятия информации, получаемой через экраны электронных носителей. В следующей части мы приведем рекомендации, как предусмотреть дизайн контента, способствующий восприятию. Здесь вы можете увидеть некоторые ссылочки, референсы, которые мы использовали. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!